Диету оставить на потом. Перед Новым годом врачи не советуют устраивать разгрузочные дни и голодовки, а также белковые диеты. Ведь это негативно скажется на вашем здоровье. Привычный рацион нужно сохранять и 31 числа. Накануне праздника стоит позавтракать и пообедать, съесть легкие белковые продукты и овощной салат. Он улучшит пищеварение. Первый – это магазинный майонез, второй – это различные мясные фарши и полуфабрикаты, третий – это рыбные, мясные и овощные консервы, тоже покупные колбасный сыр, крабовые палочки, торты, содержащие масляный крем и газированные и сладкие напитки. Если говорить про алкоголь, то крепкие напитки нельзя смешивать со сладкими соками, газированными напитками и минеральной водой с газами. Это усилит бродильные процессы в желудке, а пища будет хуже усваиваться. Если во время праздничного стола вы используете метод дегустации, то есть на свою тарелку вы положите множество различных блюд, но в небольших количествах. Помимо того, что можно еще использовать метод ладошки, то есть порция в течение часа должна у нас быть в виде нашей ладошки. За это время пища успеет перевариться. Не стоит забывать и про двигательную активность. Врачи рекомендуют ежедневно проходить 10 тысяч шагов или около 8 километров. У ходьбы практически нет противопоказаний. Она рекомендована как детям, так и взрослым. Регулярные занятия ходьбой нормализуют артериальное давление, снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего холестерина, повышают иммунитет, помогают бороться с ожирением, с повышенной массой тела, нормализуют сон, улучшают, если мы говорим, в общем, питание, кровоснабжение, а следовательную работу всех органов и систем человека. Начинать можно с малого. Например, выйти на остановку раньше и прогуляться до дома, подняться в квартиру по лестнице, а не на лифте. И, конечно, посетить новогодние гуляния. Это не только подарит прекрасное настроение, но и сохранит ваше здоровье.